всем огромный привет сегодня у нас походный влог потому что я отправляюсь по зелам упала слоненка лучше всего надо переделать как обычно жарень и как обычно алена в самый разгар текла куда-то собралась кстати у меня видите такие сосули знатные потому что волосы не высохли я решила что хотя бы раз в году в течение шести месяцев их можно не насиловать горячим воздухом потому что когда холод и зима в общем все достигает неприятно они там вообще отлично думаю кто там будет ли не рассматривать рассчитывая сделать два шага пожаре и что все высохнет теперь осталось найти ключ для того чтобы проверить почтовый ящик у меня тут как обычно все наследство ключевое уже давным давно не знаю что какой ключ открывали половина вообще непонятно откуда взялись мне все время кажется что если я сниму все какой-то из ключей то потом не смогу открыть это очень-очень важную дверь не поверите здесь ничего нет хотя мне пришла смс о том что меня ждет какая-то посылка на почте а уведомление не прислали купила пламбир в клюквенном морсе я думала до этого что я обожала шоколадное мороженое но блин по сравнению с этим оно отдыхает чем выглядит вот так реально такая вкуснятина причем здесь клюквенный морс не одно название а прям настоящий там по госту все дела пюрешка клюквенная вообще такое объедение что мне не нравится в эпоху интернет-разврата то что невозможно спокойно поесть мороженое на улице тебя будут рассматривать как будто ты такими вещами занимаешься сюда не притормаживать машины если попадешься на глаза какому-нибудь мужику он даже не попытается скрыть что он сидит и внимательно смотрит как ты ешь мороженое другое дело раньше посмотришь некоторые советские фильмы там такой сленг что сегодня уже поставили плюс 17 потому что все это воспринимается в каком-то перековерканном по шляцком виде блин я вот сейчас я приехала в банк это пункт назначения смотрите какой офигенный спред выбер банки на покупку продажи долларов получается 10 процентов даже больше хотим во всех банках гораздо меньше там в районе пары рублей пункт номер два это почта сегодня на удивление никого нет вот полтора человека и я встретил сережку после работы так что пойдем вместе пришел вот такой мешок непонятно с чем сейчас придем домой будем распаковывать и пришла посылочка с весами настоящими электронными все дела давным давно хотим причем вроде как эти весы должны определять количество мышц жира там жидкости что такое в организме но пока здесь только цифра с килограммами причем они реально живут своей жизнью бешеные какие-то я не знала как их выключить потому что они сами включаются эти сами выключились прием и начинают вот так вот хаотично бегать цифры допустим сейчас раз застыли потом вроде выключились потом приходишь они опять работают ну кло ощущение что на основе с линси ми появился какой-то придурашный прошло полчаса реально кута терминатор я не знаю еще не отчитывая там время назад шифрой под килограмма зажглись опять красота и сереже мы сегодня запланировали поставить кроватку вот там не знаю на сколько планов хватит потому что потом вечно у нас какие-то дела то надо сделать все надо сделать в общем-то пока отдохнем и уже короче ночью с утра на работу вставать и он засыпает и до свидания на сегодня вроде как решили уже именно матрасик положить бамперы привязать постельное белье все единственно насчет балдахина я не знаю стоит ли его вешать как думать с одной стороны красиво с другой стороны были сборник опять я начистила себе огурцов на ужин три больших огурчика и срезала с них кожуру и поделилась с матильдой матильда вот и вот это вот она поела я так понимаю что ей не нравится кожурка поэтому она выгрызает все видите серединку съела ну что-то я самый интересный момент пропустила писали что травку надо травку мы тоже рвем проблема найти просто свежую потому что она такая засохшая валяется там растет твердая либо какая-то декоративная несочная вот такая правильная травка а то что продается покупная она еще хуже и так как я предвещала кроватку сегодня собрать не удалось точнее она собрана застелить и передвинуть в спальню не получилось почему потому что я сейчас лежала праздно проводила вечер после того как целый день моталась по делам и в общем бесились коты вот сейчас будет рассказ кровавая история и мне в общем прыгнули на живот на пробежались я на боку была по животу и ближайшие два часа потом коралла и рыдала самом деле это очень неприятно мягко говоря больно потому что у меня же такой же вот мне кажется если его ткнуть чем-то взорвется даже блестит уже на свету как вот переботоксное такое лицо знаете вот и малейшее какое-то напряжение там по моему вообще уже некуда как шарик сдвигаться поэтому сейчас я отходила но думаю надо бы влог выложить потому что мне уже пишут протестные письма где влаги последнее время очень популярный запрос показать детскую как что мы сделали какую мебель купили какие картины повесили ля-ля-ля-ля-ля-ля так вот никакие ничего мы не делали потому что не вижу в этом смысла первый год детская кроватка стоит спальня родителей слышите время почти 10 часов у нас у соседей ремонт в разгаре соответственно смысла накупать мебель там какую-то ставить что-то оформлять да в том числе нужно чтобы было ощущение уюта обязательно текстиль какой-то там вешать ну как бы у нас она фактически не жила комната там сейчас стоит вот кроватка пока мы ее в спальню не перевезли коляска сушилка для белья какие-то детские игрушки книжки в общем такое то что еще пока не расползлось на свои постоянные места и сколько я слышала ребенка переселяют в детскую примерно в год тогда когда он уже начинает соображать может за родителями подсматривать там знаете куда подслушивать конфиденциальную информацию поэтому нам пока рановато и думаю как раз за год уже как-то сформируется понимание что мы хотим от детской соответственно тогда приступим к ее обустройству пока у нас один шкаф для детских вещей который стоит непосредственно в коридоре возле спальни еще из хорошего это то что 23 и 24 июля в киеве пройдет видео жара это аналог вид феста прошлогоднего общем того что проводилось в питере но как обещают организаторы все будет гораздо более интересно продумано они там на ошибках прошлых двух фестивалей сделали выводов общем это встреча блогеров и подписчиков приедут разные блогеры в том числе там топовый стас давыдов лист вы это снова на флист тв сокол не про сокола не знаю который новости ведет пам-пам не смотришь кубик нет это склероз вы не поверите пять минут назад я думаю как бы никого не забыть думаю вот этих не забуду вот этих не забуду а на пам-пам я вообще подписана это же не мешает мне забыть как его зовут и самая приятная новость которая пришла мимо меня и она мне никак не поможет это то что нас меня тоже пригласили я конечно поехала бы с серегой но мне мешает одно обстоятельство которое находится четко посередине моего тела точнее так мешает это наверное неправильное слово но в данном случае мне всякие перелеты нежелательно говорила и честно сказать если я даже туда поехала там наверняка будет экшен полный там микрофоны мастер-классы общения в общем я уже такое не тяну мне тут вон за хлебом сходить целое событие которое мы полдня готовлюсь поэтому да и попасть туда можно купив билеты вот так потому что мероприятие будет очень такое насыщенно можно на сайте посмотреть программу да то есть там все продумано огромная зона в каждой зоне своя движуха в общем реально интересно я бы с огромнейшим удовольствием просто поехала но если получится может быть на следующий год отложим если у вас нет таких же обстоятельств как у меня то вы можете спокойно попасть на видео жару я ссылку оставлю на сайт где все расписано общем там же можно посмотреть билеты какие есть и а забыла самое главное вот хорошо что вспомнила это то что моя партнерка мне предоставит три промокода на бесплатный билет соответственно скорее всего в следующем влоге либо через влог но как-то так что завтра послезавтра если по-русски то я расскажу поподробнее условия конкурса что надо чтобы поучаствовать я думаю не буду сильно заморачиваться но в общем три билета будет разыграна среди моих подписчиков но если вы не хотите ждать фортуны то под видео я оставлю всю инфу ужасно мне было интересно потом ваши мнения прочитать как это было сравнительно с тем что проходила в прошлом году в москве в этом году в питере вот и да пока что посижу на обочине радости таких в ожидании чего-то более важного для себя на данный момент так что всех целую огромное спасибо за внимание и всем пока